Оригинальный мультсериал «Аватара» вышел в 2005 году, он шел почти 4 года, собирал у своих экранов огромное количество зрителей, выиграл огромное количество наград, но это далеко не самое важное. Важно здесь то, что даже спустя столько лет, а закончился он, напоминаю, в 2008, у него по-прежнему огромная фан-база, людей, которые помнят о чем был этот мультсериал, любят его, и им, естественно, очень-очень важно, чтобы новая адаптация от Netflix, которая вышла только лишь сегодня, соответствовала их ожиданиям. Я, к сожалению, не могу дать ответ на этот вопрос, потому что я сам не смотрел оригинал, поэтому здесь я постараюсь в сегодняшнем достаточно разговорном ролике рассказать о своих впечатлениях после просмотра. Я буквально только что закончил смотреть восьмую серию, с пылу с жару, усрал сегодня бинч, все 8 серий подряд, и хочу поделиться своими мыслями, как бывший рекламщик, постараюсь сказать не то, что здесь хорошо, а что здесь плохо, а кому этот сериал, на мой взгляд, может понравиться, кому меньше. Поэтому давайте приступать. Да, я не смотрел оригинальный мультсериал, но это далеко не единственная ошибка, которую я сделал во время просмотра адаптации. И чтобы объяснить вам, в чем именно она заключалась, я сразу бы хотел задать вам небольшой вопрос. Для чего мы смотрим фильмы, сериалы, неважно, там играем в компьютерные игры, аниме и так далее. Мне кажется, ответ на это достаточно прост. Мы хотим получить какие-либо эмоции. Эти эмоции, они разные, они могут подходить как взрослым людям, так и детям. Это не значит, что если вы смотрите что-то, что изначально ориентировано на детские эмоции, на более наивные, более светлые эмоции, это делает вас как-то хуже. Да, то есть сразу такой дисклеймер, который я обязательно нужно проговорить, потому что зачастую в обзорах и вообще в любом разговоре часто это слышится, что это для детей, это детская ерунда и так далее. Нет, это не ерунда, каждый человек должен помнить, что внутри него все еще живет ребенок. Если вы это забыли, постарайтесь себе это напомнить, потому что это светлое существо, которое требует тоже, чтобы и его или ее подпитывали обязательно. И я сделал ошибку, начиная смотреть Аватара, возможно просто после того, что я как раз просмотрел настоящего детектива, у меня там скептицизм и циницизм поднялся на уровень 100%, то и Аватар я начал смотреть как критичный взрослый и начал ко всему придираться. То у нас кто-то пишет письмо, пишет, 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 потом это письмо приходит по назначению, чувак его открывает, такой Аватар вернулся, блин, да ты читаешь со скоростью света. То нам показывают племя, которое находится прямо сейчас в состоянии войны, но почему-то часовых у них нет, они такие, о боже, на нас напали, какой сюрприз. Шаблоны и сцены видены десятки раз в разных сериалах, вот тебе обхватили цепью ногу и ты такой, моя нога в цепи, вот ты находишься в плену и открывается дверь и перед тобой стоит вражеский солдат, о боже, какое несчастье, но вражеский солдат падает, его оказывается убили, ура, счастье. Но вот подходит тот самый ниндзя, который только что убил этого вражеского солдата и он замахивается прямо на главного героя, но нет, он на самом деле не хочет его убить, он на самом деле освобождает его от цепей. Диалоги, которые вы слышали тоже десятки раз, you don't have to do this, oh, but I do, и другие различные шаблоны и клише, которые мне очень много резали глаз во время просмотра. И все же мой внутренний ребенок периодически умеет побеждать взрослого циничного Игоря, и я этому очень рад. И этот сериал мне в этом помог, мне не нужно было самому настраиваться и говорить, я сейчас должен получать удовольствие, потому что это сделано на более детскую аудиторию. Нет, именно как раз потому, что нам показали очень красочный мир, именно как раз потому, что большая часть эмоциональных моментов, которые должны попадать в цель, а у нас все-таки такого фэнтези, можно сказать даже эпичное, а оно очень популярно как раз именно своими вот мега эмоциональными моментами, когда вот наши, ура, вперед и так далее, практически все эти моменты задели. И все больше и больше с каждым эпизодом я вместо того, чтобы придираться к достаточно простенькому сценарию, я начал получать удовольствие от картинки, от происходящего, от того, что я не чувствовал уже много-много лет, что я отправляюсь в путешествие, сказочное, какое-то приключение, которое заставит меня испытывать пусть и те эмоции, которые я испытывал десятки раз, но они достаточно знакомы, приятны и нужно их периодически впускать в свою жизнь. Небольшая рекламка, друзья, если вы любите писать истории, если вам нравится, когда из-под вашего пера появляются новые миры, интересные персонажи, и вам бы хотелось сделать это в команде, может быть вы не любите начинать историю, может быть вы хотите познакомиться с людьми, которые разделяют ваши интересы. Прямо сейчас на портале пишем вместе у нас акция, при регистрации вы получаете бесплатно 200 монет, с помощью которых вы сможете либо присоединиться к какой-то команде и вместе развивать интересную идею, либо же создать свою собственную. Интереснейшие рассказы в конечном итоге озвучиваются, публикуются у нас на YouTube-канале, некоторые из них доходят до многих тысяч просмотров, может быть это будете и вы. Проходите по ссылке в описании, либо же в прикрепленном комментарии, регистрируйтесь, получайте монеты и творите. Помните, я в начале обзора сказал, что постараюсь сделать этот обзор как рекламщик. Задача рекламщика не продать что-либо кому-либо, впихнуть всем подряд, а понять кому твой продукт, сервис, услуга, сериал подходит в первую очередь. Это то, что я пытаюсь сделать. Вот те люди, которые чувствуют еще, что их внутренний ребенок умеет радоваться таким сериалам, умеет радоваться таким адаптациям, скорее всего вам понравится. Если вы сейчас находитесь в настроении цинизма, да, то есть критического, что-то вам нужно, что заставляет вас хорошенько подумать, то идите смотреть «Созвездие», «Извне», «Бункер», что у нас еще есть, «Разделение». Это сериалы для вас, которые мы здесь очень сильно любим, но это не то. Это именно что детская сказка, приключения замечательно, хорошо поставлены для уровня сериалов Netflix, естественно. Почему я говорю для уровня сериалов Netflix? Ну потому что графика, несмотря на то, что я смотрел в 4К, на большом телевизоре, ну графика мне очень зачастую напоминала синематик Близзардов, World of Warcraft, там не знаю, Diablo какой-нибудь последний. Это не значит, что это плохо, выглядит красиво, но при этом это мультик мультиком. Особенно, когда показаны движения аватара в воздухе и так далее. Складывается ощущение, что моушн-капчер здесь не включали, а пытались как-то сами понять, как должно двигаться человеческое тело в определенных ситуациях. И мне кажется, что если вы будете смотреть этот сериал еще в каких-нибудь 720p или даже в 1080p, то графика вообще вам будет резать глаз и будет тяжеловато на это смотреть. Плюс периодически местами чувствуется, что все-таки с бюджетом ребята старались сэкономить. Да, есть очень крутые пейзажи, кадры. Вот самое больше всего, что мне понравилось, это локации, города. Когда нам показывают крупным планом какое-то новое место, куда прибывают наши герои, это прям топ. Но схватки, драки очень часто происходят ночью. Как мы знаем, ночью таким образом пытаются склеить, спрятать шероховатости в графике. Из-за этого смотреть не всегда приятно. Мне кажется, вот ночных сцен гораздо больше, чем их должно быть. Но опять же, при этом, смотрим на более позитивную сторону. В целом, изобретательность магии и вообще экшена порадовала, особенно во время дневных сцен. Когда действительно можно увидеть актеров, которые прямо сейчас показывают боевые искусства. И тот факт, что они знакомы с этими боевыми искусствами неполнослышки, действительно виден. Это радует. Это было приятно смотреть. И я прям ждал, ну когда уже следующий экшен, когда у нас уже следующая экшен-сцена. Да, действительно, этот обзорчик получится очень быстрым. А, потому что он практически без спойлеров. Б, потому что я не смотрел оригинал и не могу здесь расценивать, как здесь правильно адаптировали или не очень. Это просто мнение человека, знакомого с интеллектуальной собственностью. Я знаю, о чем вообще там происходит, о чем идет речь. Но не настолько его полюбивший и не смотревший даже от начала до конца, чтобы действительно каждый элемент проверять. А как правильно ли адаптировали здесь Анга? Правильно ли здесь показали персонажей? В целом, кстати, актерская работа тоже небольшая ложка дегтя. Не очень. Особенно среди главного каста. Не, не то, чтобы ребята плохо играют, но прям часто, очень часто в многих моментах ощущается, что нужно отыграть эту эмоцию. Удивление, ааа, злость, эээ, вот помните Джоя, как делал в «Друзьях»? Плюс-минус похоже. И, кстати, я это замечаю во многих сериалах, не только от Нетфликса, но у них это почему-то происходит чаще. Актеры, особенно маленькие, молодые, вот дети, когда играют, видно, что они становятся более профессиональными к концу сезона. Хотя периодически во время съемок происходят моменты, что снимают далеко не в хронологическом порядке. То есть могут снимать последнюю сцену, концовку, самой первой и наоборот. А здесь мне показалось, что вот Аанг уже в восьмом-седьмом эпизоде играет гораздо лучше, чем в первом, а во втором. В первом, во втором действительно просто драматический кружок. Хотя странно, обычно дети отыгрывают очень аутентично и очень достоверно. Потому что они не играют, они просто играются. Им не нужно думать и напрягаться, чтобы притворяться. У меня действительно были очень завышенные ожидания от этого сериала. И виноват в этом One Piece. Потому что у Netflix получилась действительно очень крутая адаптация. Но может быть здесь как раз ответственно за мои сильные эмоции во время просмотра той адаптации, тот факт, что One Piece я все-таки смотрел, знал, что именно адаптируют, и мог оценить, насколько же круто подобрали всех актеров для главной четвертки. Поэтому, и это действительно для меня важно, потому что я люблю читать ваши комментарии. Это не попытка для алгоритмов и так далее. Каждый человек, который разбирается в Ютубе, вам скажет, что комментарии как таковы для продвижения ролика не имеют практически никакого значения. Просто так уж получилось, что мне действительно повезло. И в основном меня смотрят более-менее адекватные люди. Учитывая мусорку, которая представляет из себя интернет, и какие люди там зачастую пишут комментарии, мне кажется, что действительно тьфу-тьфу-тьфу. Дерева нет, постучу по голове, потому что там пусто. Мне как бы везет с комментаторами. Поэтому, если вы смотрели оригинальный мультсериал и вы посмотрели уже адаптацию от Netflix, мне действительно интересно прочитать ваше мнение. Как у них получилось? Насколько хорошо? Насколько плохо? Действительно ли у нас получилась еще одна хорошая адаптация? Или же все-таки нет? Для меня это прикольный сериал на бинж, прикольный сериал на выходные, но это не тот сериал, который захочется еще раз пересматривать или там советовать сильно друзьям. Я не буду сейчас писать всем своим знакомым, «Слушай, там One Piece!» Как это было с One Piece? Я не буду делать это с Аватаром. Но и сказать, что это плохой сериал, я тоже не могу. Он доставляет, он дает нужные эмоции. Благодаря нему у меня прошел очень прикольный сказочный четверг. И я надеюсь, у вас будет точно так же. Небольшой спойлер, и мне снова нужно включить циничного Игоря. Но концовка – это просто фейспалм. То есть они напали, простите, на север, отправили туда огромаднейший флот, огромное количество войск, чтобы отправить их, грубо говоря, в мясорубку с надеждой, что они вообще там не выживут, чтобы отвлечь от нападения на город, где находятся магии, вот, которые землей управляют. Зачем? Нигде не говорилось, что эти магии, которые управляют водой, пойдут на помощь к этому городу. Как они кого не отвлекли? В чем заключался отвлекающий манер? Кто-нибудь мне может объяснить в этой ситуации? Я просто сидел, чего? Зачем, если вы там все равно нападаете лишь грубой силой, вперед, типа, ааа, мы магия огня, мы всех сметем, так вы огромное количество своих войск отправили куда-то на убой, вместо того, чтобы использовать их точно так же в нападении на этот город, который вам сопротивлялся так долго? Ну, как бы, стратегия военная здесь на высшем уровне, ничего не скажешь. Ну что, друзья, спасибо, что посмотрели ролик, ставьте палец вверх, и, как всегда, хотел бы сказать, огромное-преогромное спасибо всем, кто поддерживает меня на ВУСТе, на Патреон, здесь делает донаты какие-то. Благодаря вашей поддержке этот канал продолжает существовать и развиваться далее. Если вы хотите тоже присоединиться к этим замечательным, прекраснейшим людям, которые помогают мне в создании роликов, то ссылочки можете найти в описании под этим видео. Огромное всем спасибо, всех люблю, всех целую, дайся, от вас свет, и не забывайте, фэнтези – это круто. А что любишь писать ты? Героический фэнтези, где магия и меч идут рука об руку? Научную фантастику, где технологии выходят за рамки воображения? Романтические истории, где чувства пламенеют ярче звезд? Интригующие детективы, где разгадки таятся в самых неожиданных местах? Безумные боевики, где экшен не знает никаких границ? Мистические триллеры, леденящие хорроры, где из мрака пробуждаются зловещие сущности? Исторические романы, где оживают интриги былых эпох? Не важно, что именно ты любишь писать. С проектом «Пишем вместе» ты никогда не будешь один. Субтитры создавал DimaTorzok